варвара как вы спорите с отцом александр вот как бы на что больше похуже ваши дискуссии с мужем на драку в подворотне спонтанно дай папе носочку за штаны в полосочку и там и понеслась слова за слов не ждал никто не гадал я мужчина поэтому я с коляской не гуляю или я мужчина поэтому там там полы не помою вот ты читала евангелие написано же надо боится мужа своего вот и бойся а муж абьюзер тиран и как бы любая просьба надо личной границы очень четко так всех попробуй ты его в эту колючую проволоку залезть но сейчас мне не приходит на ум никаких сцен из ветхого завета где муж бы утешал жену иногда и жену за стол не приглашать она должна только накрывать так он же добра желая это по обоюдному согласию все происходит конечно это элемент ролевой игры помню у меня такой был драйв что мне надо доказать все мои сокурсницы разведены а я могу просто захотеть человеку сделать гадость я же могу что у меня падшая природа вот я хочу его поддеть он же мне просто задел а я его сейчас задел твой настрой на общение он начинается до того как вы уже деретесь и говорите друг другу обидные слова также и вы жены повинуйтесь своим мужьям чтобы те из тех которые не покоряются слову житием жен своих без слова приобретаемы были когда увидят ваше чистое богобоязненное житие также и вы мужья обращайтесь благоразумно женами как с немощнейшим сосудом оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни дабы не было вам препятствий в молитвах я очень думала долго с чего начинать сегодняшний райсовет и поняла что вот слова апостола это отличное начало программа ну потому что 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 тут еще добавить я помню времена когда мужчины в 90-х годах постсоветское время стукали стучали кулаком посту и говорили вот ты читала в евангелии написано жена дал боится мужа своего вот и бойся а потом умные женщины поняли что там еще есть продолжение и муж должен возлюбить жену как христос возлюбил церковь вот что вы вообще думаете о послушании мужу на практике про теорию то все понятно все как-то очень благообразно выглядит здорово и празднично а как на самом деле происходит варвара ой как это вот все в игре садовник происходит в отношениях особенно многолетних это же бег на длинную дистанцию ну конечно бег на длинную дистанцию при этом если ты в христианском браке мне кажется нужно за исключением каких-то крайностей нужно понимать что ты в лодке и сойти с этой лодки ты как бы ну не должен по всем каким-то своим даже если что-то происходит и вот разбираться нужно внутри лодки а не смотреть уже за борт и поэтому все все конфликты можно решить ну правда можно практически все можно разрешить и решить если ты готов дальше сидеть в одной лодке и роли конечно нужно распределять в соответствии с нашим христианским мировоззрением в семье что и говорить но то что вы сказали да в 90 вот есть такое конечно я знаю и семьи где вот там иногда и жену за стол не приглашать она должна там только на кровати или что такое было такое ну да когда это перебор конечно ну да ну вот когда муж столом гости но жена на суете да ну а как это в самодушство мужа все не превратил так уж добра желая это по обоюдному согласию все происходит конечно это элемент ролевой игры прекрасный изображал принимаешь право и творишь смиренный тогда заслунь садим но это же не про христианство сколько она так выдержит мне кажется это войне у нас нет а потом они контр-контр сцену выстраивали где муж ее любит как христос церковь про почитает страшно представить эту контр сцену у каждого своя конечно внутренняя жизнь и выстраивание всех но мне кажется что нужно за не то что договориться а жизнь как она расставляет на место свои да ты сам готовить будешь ну потому что твое женское да ну хотя муж у нас то что-то конечно вкусное может приготовить но в основном кто-то там зарабатывать деньги кто-то там за детей отвечать понятное дело но вот какие-то общие вопросы и все же действительно ну по крайней мере нас в семье муж-то глава семьи и действительно если смотреть вот на этот отрывок то муж глава семьи и свою любовь он распространяет на всех членов семьи и на детей и на жену и действительно последнее слово за ним но наверное это правильно когда мы очень хотим женщины мы энергичные сейчас мы такие образованные все прям сильные аж самим тошно да сильные готовы там и машину вводим и вообще все и вперед и можем многое сделать наверное здорово но наверное но все равно каждая женщина хочет чтобы на ней был сильный мужчина вот мне кажется что но при этом эмоционально давим сильно мы до умеем мужчины не все умеют держать вот там отпор душную атмосферу такую зато но все равно сильный мужчина конечно найдет подход и это хорошо когда он может там понимаете сила мужчина на нижней в физической силе не в способности унизить или обидеть как знаете вот там старшие дети в игре на дворе могут там младших как-то там задрать там да обидеть шутка потому что они старше дедовщины не подавить да именно в том смысле что он сильный больше духом потому что конечно же женщине сосуд не мощнейший ну правда мы чуть что сразу плакать какие мы бы не были сильные а все равно хочется чтобы те кто-то утешил ну вот и вот этим мне кажется утешителем как раз по близки должно быть муж который берет он дан на себя всю заботу всю ответственность за семью и конечно все домашние дела это все ерунда на самом деле и не грех наверное убрать мужа иногда жене да тоже такие высказанные что я мужчина поэтому я с коляской не гуляю или я мужчина поэтому там полы не помою чтобы жена отдохнула но это но это совершенно не ни о чем кстати я что-то не помню может быть я просто не помню правда тоже как будучи многодетной матерью я очень не всегда дружу с головой но сейчас мне не приходит на ум никаких сцен из ветхого завета где муж бы утешал жену мне кажется у сары евро мне кажется мне кажется только да только при условии каких-то близких перерастающих дружием уже да а эти ветхий завет совсем по-другому был построен нет а мы же начинаем с апостола павла то есть мы начинаем с корпуса с святого писания да и мне хотелось бы представить себе да мы видим моменты такой они такие я бы сказала если говорить литературным языком они классицистические есть элемент статуарности вот фигура мужа вот фигур жены вот они состались приняли постриг и хоронят в одном гробу примерно а вот это этому все они приняли постриг в разных ну ну например петра феврония сказ да но это сказ да и ну то есть представляется что знаете статуарная то есть а как бы вот их движение навстречу друг другу оно если есть то оно изображено даже в том же сказе о петре и февронии очень символично да то есть их какая-то мысленная связь да а вот момента что что-то случилось а он ее подхватил да и утешает мне кажется что скорее наоборот что женщина это помощница и в утешении помощи нуждается муж ну смотри какой муж вот кстати это важно смотри на любой любой муж всегда послушайте муж на мой взгляд муж всегда нуждается в женщине ну вообще мужчина как во вдохновителе да вот просто потому что женщина утешает действительно если что-то случается и в этих завете вот как раз примеры этого есть да что она утешает и вдохновляет да но давайте может смотреть на вид больше на новый завет потому что мы все же ну что смотреть на ветхий ветхий завет да прекрасен по-своему но мы живем эпоху кого нового завета поэтому если мы говорим что жена повинуется мужу да он любит жену как христос любит церковь то там больше отношений чем просто какие-то там утешил какие-то более взаимопроникающие отношения друг друга смотрите ну а если и муж очень сильный и жена не слабая и у них время от времени происходит эти стычки понятно что они вообще во всех семьях происходят но иногда бывает просто битвы титанов вам знакома эта история это мне задали этот вопрос и я всегда вообще считала и так смелась когда с мужем когда тему конфликтов обсуждаем игру у меня была абсолютная о себе прекрасное сложившееся мнение что я такая тургеневская девушка вообще очень эфемерно и вообще я просто ну вообще мы вот если такая точная и тенденция выслеживается то мы всегда завышаем мнение о себе вообще в любом и в спорах это вылазит очень сильно и вот я думаю у меня на самом деле было такое открытие когда миху сказал знаешь соня от тебя такая энергетика иногда прет вот вот именно спрется аж страшно этому как я же тургеневская девушка я же нарисовал какой-то образ который я поверила что я очень такая на самом деле мягкая ну что родители нежная да вот родители конечно мне я вообще воспитана была на классической русской литературе в штатах я не знала никаких там жаргонов сленгов это было не про меня я действительно и одновременно была такая но вот как-то 18 лет видимо жизнь это поправил переезд в россию как-то меня так отрезвил отрезвил так ты настоящая нормальная женщина земная да 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 и и я как-то поняла что мне очень долго доходило наверное лет десять не шучу что я могу сделать больно я могу очень задеть я могу переехать своим эмоциональным танком другого человека и вот когда до тебя доходит что ты можешь делать больно другому и очень сильно ты начинаешь больше задуматься о своих словах это очень важно вот мне такой интересный опыт у подруг вот мы так общаемся между собой и кто как реагирует в конфликтах в конфликтных ситуациях кто-то начинает сразу плакать до сдает потому что но она не умеет озвучивать ну что когда она приходила допустим к маме в детстве говорил мама конечно а вот у других больше проблем не надо тем замолчили молчи задавливала до другая наоборот у него мама это слишком прям вот каждую обиду вот ему солила они обсуждали это все у него другое чаще всего конечно замечаю что все-таки нападение самая частая такая реакция что в ответ мы нападаем вот это какой-то да лучше защиты да лучше защита то нападение и ты понимаешь что тебя задели тебя задели правильно по сути это когда ты потом на холодную голову вот этот момент ссоры анализируешь ты понимаешь нужно все правильно говорит а я вот так вот реагирую потому что мне просто это неприятно потому что что потому что опять я создала вот этот образ себя чудесной наше эго но поглотила уже особенно современного человека особенно мы вот за последние вот эти 10 лет нас вот эта прекрасная современная психология которую очень люблю которая говорит постоянно что-то центр вселенной что ты клаш ты муж абьюзер а муж абьюзер тиран и как бы любая просьба надо личные границы очень четко так всех попробуй ты его в эту колючую проволоку залезть тебя там сожрут поэтому у нас даже если мы это отрицаем и говорим что нет вот мы мы все равно внутри это очень хорошо в себе обозначили и мы мы все равно современный человек я считаю вот когда мне говорят вот бывают женщины которые мужчины задавливают как варя до рассказывал на самом деле это очень редкие примеры я в основном знаю когда наоборот как матушка сказала что продавливают мужчин женщины чаще всего продавливают мужчин вот я то есть женщины продавливают мужчин вот я как раз на это и хотела спросить у нас сейчас же скорее всего зрительницы райсовета смотрят на вас да и думают ну вас у всех троих что у варвары что у светлана что у софии но сильные мужья надо признать да и и думают они скорее всего что слушайте ну вам повезло что они у вас такие сильные они вообще-то вы можете быть за ними а вот что делать мне я там кормлю семью у меня дети у меня муж лодырь бездельник и еще и вот в общем такой с низким волевым порогом вот что делать я просто хотел сказать о мужьях вообще и о современности да временах писания я современных временах дело в том что когда речь шла о муже и жене она шла обо всех людях потому что для эпохи нового завета естественно для человека было жить в семье ты его семейный статус это была норма социальная общая без вариантов да за редким исключением каких-то людей которые посвятили себя храму но это как бы еще больше понят условно говоря да соответственно когда господь касается воды для притворения в вино в кане галилейской да он просто благословляет эту жизнь в ее современном для тех времен изводе правильно что мы имеем сейчас сейчас брак это институт под вопросом да все время полемики а нужна ли это роспись да а почему а вдруг это закрепостит отношения вдруг это сделает их тяжелыми да 30 процентов пар распадаются на этапе составления брачного договора да это такой зыбкий институт это скорее такие как бы волонтеры древле древнего благочестия да они вот хотят так сделать для родителей юридически и так далее это выбор это не для всех да тем более я и я это хорошо понимала вокруг меня я училась на филфаке у нас была группа тридцать четыре человека там был два мальчика всего все мои сокурсницы разведены все кроме меня и еще одной подружки то есть мы вдвоем у нас двоем сохранный брак это статистика внутри для женщин с высшим образованием которые преподаватели и так далее так соответственно у меня и я считаю что это нужно понимать что муж это человек муж вы знаете и вселенная марвел и есть человек паук а есть вселенная фа марвел да от слова фама и есть человек муж то есть это человек который берет на себя ответственность во времена когда это не принято делать то есть во первых нужно же иметь хоть какую-то благодарность за это я же сейчас наблюдаю среди вот молодого поколения такой прямо резкий переход матушка помолитесь замуж любовь хотим на пожалуйста препятствия пожалуйста 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 мы очень хочу замуж очень-очень и прямо почти без перехода как ужасный мужем боже мой причина причина в том что есть состояние состояние какой-то насыщенности счастьем и ты думаешь что другой человек тебе люди его связывают с тем что они не замужем не богатые у них нет квартиру а при этом когда это внешнее появляется но так поглощается так просто как исчезает в этой как бы черной дыре да не насыщенный ненасыщенность чем вер любовь сложно сказать такой бич современности да так что в общем разговор с мужем а его может быть нужно начинать с того что не обязательно ну говорить каждый раз это но для себя какой-то внутренний ритуал сказать дорогой респект тебе и увожу что ты вообще да и столько времени и ты стараешься как можешь спасите но скажите в эту фразу один раз потом второй раз потом скажешь слушай ты уже достал мне своими словами там респект мне и все ты можешь делать вообще ничего ничего не говорить просто нужно что делать нужно да у нас есть два вида выяснения отношений есть как бы спорт до борьба да на татами или там самбо а есть драка в подворотне вот как бы на что больше похуже ваши дискуссии с мужем на драку в подворотне спонтанно дай папе носочку за штаны полосочка и там и понесла слово за слово не ждал никто не гадал или это как бы на уровне культуры когда да что-то случилось но ты как берешь паузу да чтобы успокоиться хранить уважение вот это брать не чтобы сохранить уважение это самое ну хотя ну вот у нас очень дети если мы как бы вот просто но у нас тоже такие характеры сцепиться ничего не стоит это очень но по реакции детей когда я помню что мы вот так вот резко разговаривали я увидела за счет постели меня дочка накрылась головой и и открылась что-то накрылась год и у нее прям такой заплаканной солнце я молюсь о вас сплаканем чтобы не спорить то есть они уже взрослые и сейчас когда начинаются какие-то там например дорогой ты не прав нет но нет это не права в общем чате они моментами лично мама пожалуйста несу они тут же у них прям такое значение акции тогда никогда когда потом зачем причем были комичные ситуации когда я ему что-то говорю там например ты не прав да а в это время кто-то пинает по копе я поворачивая никого нет у него там была группа поддержки вот дети то дети то они очень вовлечены хотя бы ради них до придумать себе вот есть русская традиция прекрасная да если ты хочешь человеку сделать замечание облики его в частушку до этого рода круто да то есть ты не сразу высказываешь а пока ты сочиняешь этот небольшой стишок да уже остыл на царь во первых ты остыл во вторых это частушка то есть ты посмеешься ты уже как-то на жизнь если мне юмор это просто было бы провально да как говорил фазиль аскандер юмор горбат вот безумие варвара как вы спорите с отцом александр мы вопрос такой наверное надо просто соблюдать всегда ну общее все же мы говорим если о христианском браке они о каждом браке да потому что мы отвечаем наверное ну как представители этого сообщества именно за христианский брак все же мне кажется что и жена и муж они ну и поженились друг друг на друге да и заключили эти брачные отношения на основе уважения да то есть обещая друг другу уважать прежде всего друг друга любить и это значит уважать потому что разное конечно бывает больные проявление любви и тому унижение какие-то да и получение не знают этого может быть у какого-то такого самоутверждения да что если это там какого-то там ну кого-то унизил и этот почувствовал себя более сильным вот но это не про это мне кажется совсем и ну спорим даморетка спорим на самом деле но бывает спорим какие-то вот такой анекдот что когда люди там срок большой сидят 30 уже все анекдоты пересказ соответственно у нас уже такой срок семейной жизни что-то спор номер один спорт очень очень сильная женщина правда вот я хотела подняться всю тему в сильная женщина и света сильная и софия сильная но с вами я разговариваю впервые и я действительно шла сюда вот с этим вопросом вот вы когда кипите ведь у вас очень много детей и новорожденный ребеночек всем достается да вот вы когда кипите вы как вот это вот усталость вот эту вот вот это вот кипение вот действительно выражаете сейчас же все говорят об экологичном выражении гнева давайте честно во первых все люди ну естественно делать из семьи священника да какой-то волок да ну какой-то да картинку которая там опять вот эту матушку ходит в длинных платьях палеонтологический музей это все они конечно шито из льна это естественно да и дети все конечно тоже в льне белые воротнички да белые воротнички без глютена все это но это не так потому что видите как к образу матушке липнет все экологично экологично хотя у нас там кулич а знаете почему мне кажется что просто пачка масла люди люди уже устали от того что видят вокруг им хочется это им хочется чего-то доброго чего-то чистого чего-то такого что ну в общем-то правильно и человеку на самом деле органично семья дети это такой нормальный быт там какие-то нормальные занятия времяпрепровождение семью не стеклянные глаза когда ты там хочешь телевизор включаешь а ты да с детьми что-то делаешь ты нас настроен на это ты заботишься не только о их там физическом развитии или каком нужно там что на них надеть одеть во что их как-то души внутреннем состоянии тоже важно хотя конечно в этом плане что и говорить мы проигрываем иногда и ну то что это очень сложно возвращаясь к теме все же вопрос да простил уже нет спора с мужем но мы спорим конечно мы очень эмоциональные люди ну что делать ну вот ну вот так и конечно спорим эмоционально иногда я просто честно говоря не помню что мы спорили последний раз я пытаюсь вспомнить но как всегда какие-то ерунда возникли всегда нас дьявол подлавливает на какой-то глупости потом даже непонятно но я могу сказать что муж что умнее меня он на самом деле гораздо быстрее все это рефлексирует и просит прощения сразу то есть я в этом смысле не трудно сказать плохой игрок да конечно трудно сразу сказать прости потому что ты вот как правильно пишешь и говорит себя то лучше считаешь и правильный видишь ситуацию правильно вот понятно что может и неправильно ты дома сидишь и все это видишь а ему там приходит пытается переналадить она вот так вот ну и опять же возвращались ты в лодке ты должен это решить конфликт просто решаешь конфликты пытаешься ну правда слушать это не стоит того я просто иногда уже по прошествии вот многих лет действительно семейной жизни я просто говорю слушай иногда мы начинаем а потом я получаю смеяться что смешно я понимаю что мы ссоримся с какой-то ерунды ну и в принципе дальше можем развиться в конфликт можно просто посмеяться и ну это правда его слушать не стоит и правда муж говорит да правда какая-то ерунда какая-то давайте лучше чай попьем ну как-то мы это значит как подарки что им подарить на день рождения уже столько все передарено за 20 лет да ну и уже в принципе уже все проговорено так вот ссориться даже сто раз все сказано уже служение ссориться как но были действительно давайте честно тоже не знаю как у вас но конечно в семейной жизни есть некие конфликты болезненные очень нет есть некоторые рубежи да через которые либо ты переходишь либо не либо ты не переходишь и в принципе действительно легче легче конечно не перейти развестись но это легче конечно во все параметры потому что ты ну ты как бы должен принести силы и на самом деле как ли конфликт решается то есть две страны хотят примириться да и сад и ты себя смиряешь и понимаешь что виноват готов пойти и попросить прощение даже может быть и не особенно виноват но лучше уж для решения конфликта но с другой стороны когда ты это переживаешь или как-то усталость друг но это бывает все не знаю может быть у вас не было такого но все равно бывает какая-то усталость друг году как раз нагадывает на раздражение движешься прямо раздражаешься раздражаешься но готовность это пережить ну как вот знаете бывают трудные времена ну ты пережидаешь переживаешь пытаешься как-то шаг за шагом это все делать и потом слушать ничего вот нам делить мы служим надо садимся ученом делить ну вот чем мы ссоримся но у нас есть дети есть душа нам сейчас вот что мы же ради чего ради того чтобы что вот это что мы не можем как бы даже сформулировать но иногда спор затевается чтобы знаете внести некую такую жизнь в отношения это очень много слышала я слышала от одной девушки она рассказывала слушай мне когда становится скучно я пойду придумаю повод маленький мы поругаемся да чтобы во мне не не нужно как раз няня к восьмому ребенку могу ей дать эмоциональные эмоции адреналина я знаю я после столько лет семейной жизни например не сажусь на американские горки мне интересно да просто меня никому не интересно мне дети говорят как это я говорю не хочу кверх ногами висеть мне так в жизни хватает адреналина мне адреналина вот вы хотите пожалуйста я на лавочке посижу на вас подлежу вам хочется лететь орать пожалуй а не помню мы в сочи были один раз и у меня очень слабый вестибулярный аппарат и мы по этим серпантином не так что же не же все звонок переживает что тебе сделать а там зеленая сижу и мы подъезжаем к сочи парк это вот такие вот горки и такая пошла на эти на эти горки могут смотрю ты катаешься вот на дороге умирала так а на эти горках вот я люблю на то веканской на детстве но по чуть-чуть не слишком когда страшно и не люблю но вот я просто хочу сказать по поводу ссор что у нас все таки вот варить матушка вас сколько-то 20 лет до семейной жизни 21 у меня 15 матушке тоже сколько двадцать пять обалдеть в общем у нас большой опыт а самая сложная выхвастнуть мудрость да у самое сложное в начале вот вот мы говорим что мы уже не хотим а когда ты молод ты очень много найдешь причин когда ты тебе надо вот я надо доказать это мнение это это как говорится помри или докажи вот вот такое те внутри есть поэтому я скажу нас смотрят там тоже явно молодые девушки которые там может быть в два-три года замужем и я вот помню мне такой был драйв что мне надо доказать что это вот правда как я вот как вот я это не скажу не донесу поэтому мне очень кажется что важно оставить такой некий зазор вот когда вот это вот ссора такая вот это самая вот матушка об этом скану это самое сложное тот момент где ты просто взял еще в спор да просто не дать ссором спонтанно возгораться это очень опасно обронил слова но это не имеется ввиду тот случай когда муж сказал жена такая в себе затаила и худеет и черни и конечно же это не должно накапливаться да вот есть такой момент как хорошо смиренно отнестись к ситуации которая тебя не устраивает или который тебя сильно волнует но с другой стороны ты внутри да как-то это перевариваешь как личную боль как унижение или наоборот может быть как какую-то свою доблеще молодец какая хорошая христианка добродетель в тщеславие переводе да 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 то есть на самом деле если есть какие-то моменты сложные в семейной жизни их их надо проговорить в тот момент когда ты хорошо чувствуешь твое и мужа единомыслие да когда вы понимаете вот вы союзник когда вы это есть такой момент но дело в том что семейная жизнь она полна вот таких искушений когда он там схватил сына моего любимого его ну быстро там на место ах это ты зачем я его значит воспитываю и там слово за у нас наоборот у нас мама игры почему я все ему ругаюсь вот возьми пожалуйста иди вот ругай в конце концов быть я но игры да потому что у нас да у нас под я как раз сосуд не мощнейший да я тоже добрый да нет а мне отец богдан вот смотри вот я маски я же есть сказал она пошла сделала игру как это вообще а я это знаю меня проигнорировали приходит папа домой все его подбаиваются естественно все такие тарам тарам все начинают там подметать мы такие все уроки делать и глюда все уже отстроено это под пришел через несколько часов после того как значит здесь все так кипело а сейчас уже все убрано дети все чисто накормлены это и уроки делают уже практически все сделано и одежда в общем-то готова и теперь все конечно лапочки не лапочки но мне кажется знаете это все шутки конечно важно не переходить на какие-то оскорбления то есть ну вот знать черту когда человека можно внутренне обидеть а мы это знаем очень хорошо да и то есть ты можешь вот момент унижения ну ты можешь и словом задеть да вот слова как как еще как то есть ты можешь спорить и по каким бытовым вещам поедем и завтра я не хочу ехать туда потому что это тяжело и но не хочу а он там допустим что там так ну то есть какие-то бытовые вещи которые в общем-то так так не так кто будет с этим сидеть и с этим обойдет не может но какая то есть да это повод но важно не переход не заканчивать спор каким-то бросанием очень обидных тебя лежащих слов хлестких да так слов которые не токсичность короче да не токсично а экологично но в общем главное чтобы ты просто это ну как бы горечь вот этого не заползала в сердце потому что вот как раз вот это разрушает все эти споры это ерунда и обиды берутся эти обидные слова откуда они как-то копятся в душе это же не то что спонтанно ты все время думала боже какой мужчина я люблю это мой идеал просто подпишите мне футболку да нет ты же следи за помыслами откуда эти слова выскакивают потому что пока ты борешься с детьми ты думаешь а он в это время что он в это время да со спонсором я сейчас муж там выпрашивает у всех денег у них за автобус сгорел у гимназии да я вот вкалываю он там в кафе сидит его афи это это помысл пролетел отсекай его понимает куда-то все приходит да вот какой он такой не такой еще вот тема сама тема тема доверия тоже понимаете если это тема интернета ты посмотрел в инстаграм а там соседский муж 40 кито все мы туда не смотрим а телеграм а телеграм да это все картинка это все за любой картинкой вообще другой я всегда у тебя у тебя твоя твой настрой на общение он начинается до того как вы уже деретесь и говорите друг другу обидные слова это путь да то что вырываются какие-то злые резкие слова да это конечно мы попросим у нас такая ну как бы духовник нам велел чтобы мы вот в конце дня всегда друг у друга просили прощения мы как опять же южные корейцы да он есть такой ритуал да обняться и день чтобы уходил спокойно но вот эти все ссоры которые явные да они же не возникают вот да кажется на пустом месте кажется вот они просто как у жванецкого была прекрасная интермедиа жванецкий то еще не запрещен нет можно я ушел потому что мне не оставили кусок торта помните интернет да я ушел потому что мне не оставили кусок торта да это последняя капля вот этот взрыв да это не до спали думали какие-то гадости да и они понимаете мы же не во всем можем исповедовать семейная жизнь суета суетная да тебя тут же отвлекли ты просто забыл что ты был в этом настроении если вот на на страшном суде перед тобой его выставят и скажу какая гадость неужели ты я вот тут гадость я думала да а она там где-то там проскакал до в душе в голове нет я я вот зато матушка что надо анализировать простите вот перебью ну вот у вас такой какой-то взгляд очень хороший на людей что вот я вот это это не просто так а я могу просто заходить человеку сделать гадость я же могу что мне падшая природа я хочу поддеть он же мне просто задел а я его сейчас задену такого тоже бывает так зачем был в прошлый раз значит и думала такое просто гаденькая в нас уж нас падшая ужасная природа ну нет зачем зачем вообще тогда быть христианином и снова падшим нет нет я что хочу вот этот зазор я просто не договорилась что его надо мы очень мало правда как будто это какой-то вот мы зашоренные православные говорим о молитве правда вот этот зазор вот это 10 секунд мы вообще террасовое ощущение что мы иногда вот неверующий ну позови ты имя боже господи ну помоги я не выдерживают помоги мне кажется вот тогда ты немножко те щелкнет внутри что напротив человек образ божий все-таки это самое главное человек образ божий а ты вот сейчас своим вот этой гадкостью желание вот этой ты сейчас хочешь его задавить но нельзя но оставь вот этот зазор хоть немножечко обратись к богу а то мы в этих мы как-то вот как будто да вот у нас есть какие-то вот надо сначала подумать это проанализирует это очень нужно в семейной жизни желательно вдвоем проговариваете какой-то диалог отдельно потом но в момент ссоры ты не будешь анализировать ты просто хочешь кого-то порвать а ты вот просто замолчи и вот просто дай бог господи пожалуйста молчание прекрасно молитва это единственное что работает это ну правда а мы так говорим но молитва это молит ну ладно так что у нас дальше у нас есть лайфхак такой дурацкий а молитвы там потом а молитва то ладно ну ты вот действительно молчание же бывает вот такое вот а бывает молчание молитвы но она по раз будет вот такой вот а потом она войдет в привычку а потом тебе придется есть вкусненькие таблеточки лечиться да нет нет ну это крайность это крайность а потом так сама неожиданно понесла я про момент ссоры я про момент ссоры надо задавить вот эту эмоцию которая тебя хочет обидеть а уже потом когда все остыли проговаривай экологично не токсично вот как хочешь если муж готовьте если да если я кстати знаю мужчин которые вообще не умеют про эмоции говорить их это очень дихо большинство вот то что вначале сказали а что делать женщине когда у нее там она работает муж ничего не знает на самом деле вот с ассоцией тоже говорили такая на самом деле крест из боль современности что делает она его любит а он закрылся и все а он ну или ничего не делает или что там лучше бы ничего не а что мы сделаем вот тут опять молитвы вот я только хотела сказал мы же говорим сейчас про функциональную семью это все разборки функциональных семьях их можно как-то уравновесить решить помолиться там вспомнить психологические приемы помолчать все что угодно а если семья дисфункциональная когда ты реально понял вот вот после свадьбы буквально какое-то время прошло у тебя родились дети и ты понимаешь что твой муж по всем статьям слава богу нам это здесь незнаком слава богу но и много таких женщин когда он по всем статьям проигрывает тебе ну действительно проигрывает тебе я таких людей знаю они очень страдают кто-то хочет развестись но тянет потому что ну как бы грех не надо дети будут страдать он детей любит там еще что-то у всех очень разное кто-то сакаде на разводе дисфункция такая что ты видишь что муж и работать особо не хочет видишь что у тебя у самой прекрасно получается и мат перемат ну да в этом уже очень долго можно перечислять ты ходишь храму там к друзьям понятно что можно сказать что до свадьбы надо было смотреть понятно что тут можно вообще все что угодно сказать но вот ты перед фактом или или с человеком кризис случился слушайте но это тоже нельзя списывать со счетов чек в депрессию летел такое тоже бывает на работе что-то сломало его он улетел в депрессии он лежит действительно на диване а у вас несколько детей говорить он не будет о своих чувствах это факт мужчины не говорят о своих чувствах только очень какие-то просветленные могут с тобой по долгой дружбе поговорить открыться в особую минуту там когда у него будет очень хорошее настроение но он не будет же каждую секунду говорить суши поговорить о своих чувствах я хочу я хочу высказать что у меня сейчас на душе но никто вашим мужья наверняка так не делают у нас нет у нас есть какой-то конструктивный разговор уже когда дети в этом не уже когда все же об этом же вы пьете сколько лет вместе я уже устала одно и тоже обсуждать игре тоже все пошли спать сейчас не по адресу тему потому что ну что можем сделать я не знаю сказать знаете со стороны всегда сказать я здесь молитесь но это послушайте но мне кажется из наших уст это звучит ну так сильно ну честно давайте молитвы читать давайте но это не наше дело и не наш опыт чего тебя тебя не спрашивают меня очень часто под яка с матуши вас спрашивают как людей которые постоянно взаимодействует и вопрос о том что брак разочаровал что это мужем да что как мне быть что есть так то есть кто разводится тот прелюбодействует да есть такое понятие да и в то же время может быть такое у нас прямо сейчас на приходе пара распадается да ну как-то ты что отвечаешь что ты берешь на себя я например не беру на себя какую-то я могу кому-то сказать вот есть такой священник и к нему надо пойти понимаешь понятие греха мы через него переступаем понимаете я не беру на себя нет а если ты знаешь две точки не знаю с другой стороны мне кажется наша задача вот если мы знаем такой конкретно вот мы знаем и не могу посоветовать я действительно глубоко сочувствую я знаю такие семьи тоже и глубоко действительно ну и в своей семье тоже у меня было такое знаю как переживают дети и на самом деле до конца жизни дети переживают когда родители разводятся чего говорить хотя и папы и все это как бы все было очень очевидно но все равно дети переживают до конца вот вот так вот это вот такая правда что-то вот советовать конкретно мне кажется не очень имея права могу только молиться за это вот это да реальная помощь нас как христиан которые вот все остальные не верят а мы как раз собственно в этой должны верить и в это верим потому что помощи у нас не только физическая там это психологов а помощь иногда бывает такой который мы не видим и она действует действительно что благодать божий действует невидимым образом и но я знаю какие-то совершенно ужасные варианты сценариев и когда люди разводились и когда люди не разводились иногда но знаю также сценарии которые благополучны которые претерпевали все это вместе действительно и муж через жену спасался ее долготерпением ведь это конкретная ситуация мы не можем сказать знаете что терпите вот надо или так но нельзя так сказать поэтому это слишком не принимали в келье отлично каждого индивидуально они не слушали и у них были вот этот опыт был духа духовничество духовничество у них на нем не была к благодать а мы что ну мы можем вот я солидарно что можно я могу утешить словом ой нет вы знаете а вот у нас так вот и вы ну что что мы можем сказать что развод давайте честно развод это плохо для детей для всех участников это атомная война это просто разрушающие действия для всех да как да но иногда же бывает какая-то какие-то варианты раз бывает такое что это необходимо такое бывает это просто да бывает психиатрия бывает еще что-то там ну бывает измены какие-то жуткие ну это уже разрешается церковью уже это наверное решать пара на пару или там один на один тет-а-тет-а слушайте но нельзя не сказать что вот одно у меня только на в голову приходит когда я вижу вот эти комментарии или эти вопросы в социальных сетях приходит одно в голову что не знаю что сказать что посоветовать уж я-то тем более не знаю я не матушка у меня нет такого жизненного опыта но очень много раз видела когда муж в тяжелом положении находится и жена его еще вот больше вот она вот загнобить можно еще больше вот это единственное что наверное приходит в голову и себе в первую очередь мы это говорим обладает такой очень большим не дави до предела не загоняя в угол человека выход будет через тебя говорят вот в угол не надо загонять женщины обладают очень большой властью ведь у нее она и действует через эмоции и мы знаем что многие исторические события совершались через женщину через ее влияние на мужчин и иногда него не лучшим образом правда же но все же женщина может также и загнать и также утешить и приласкать и вообще обогреть на вот не зря говорят хранитель сачига но это правда так семейная жизнь вся внутренняя жизнь и все эмоциональное в общем-то жизнь семье она такая на женщине висит ну слушайте тут надо наверно включать голову ты готов ты вот ну ты у тебя мне кажется вот я тоже размышляю мы такие глупые иногда бываем прям прям думаешь господи глупо такого типа уже 40 лет как прям стол на ножках правда тебе за но тебе дана вот такая любовь тебе дана надеть ну живи ну радуйся ты этому ну люби друг друга ну так хорошо и вот в этой радости в этой счастье ну проводи нет нет человек нет не хочу нет ну нет а он мятежный просит два года да 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 нет нам надо всех порубать перерубать всем надавать вот так вот все и все и решить и все равно и выйти значит как это афина с копьем там что-то я вчера читала записки чеха вот он сказал что хочет хочется я наверное как это не такое хочется как это страсти хочется мятежный просит буря это золотая середина говорит меня уже достала я хочу страсти это конечно это это такое это искушение конечно мне кажется счастье от вот в этом в мире тихом вене вертик рапина предлагает это должен быть ты должен туда все это фильмы ты должен на стрии эмоции туда на на все это все вот все должно быть салтыков щедрин попробовали бабу сладкую попробуем теперь истропсивую ну все это вот это должно быть красиво и ярко и все это не в том что вот не в этой излишней эмоциональности этой сиюминутности да это постоянные скорости и там там не знаю там условно там ты должна быть яркой и так далее все к тебе должны там падать перед она не в этом том-то и дело что ты хочешь вот чтобы был вот там вот так вот это я к примеру а на самом деле счастье в тишине тишине и покоя мы все этот покой мама восьмерых детей это уже действительно они садятся на не садятся ты спокойно не спокойно но более-менее понятно что маленький там колдыхать по-любому все равно переворачивать все но но не важно их можно мультики отправить смотреть но в основном то они садятся ты эмоционально спокойно ты благожелательный они благожелательные все и в этом счастье вот сидишь и ты выдыхаешь конечно можно ждать эфемерного счастья когда ты будешь один там сможем сидеть за столик будет значит два кресла и ты будешь сидеть вот тут будет такой книжечка лежать тут светильничек и тут чаечек и пирожочек и никто не будет через пирог брать есть потом так раз по тарелке а там чё не да нет такого не будет это это идеальная картинка все тишина и ты включил пластинку и никто не трогает этот проигрыватель чтобы ты его не запечатываешь потому что мы иголки вынимаются и там что-то крутится и такая идеальная тишина мне кажется это дурь какая-то потому что вот оно счастье тебе уже дано а ждать какого-то пока вот тогда-то я отдохну ну ну нет но у тебя получается что нужно я просто хочу понять правильно тебя поняла нужно научиться про ну проживать счастье вот искать счастье сейчас да да он орёт он тебя сидит вот я вчера читала книжку это я вот кстати читал книжку у меня вот здесь вот значит маленький сидел и сзади еще значит они прыгали поэтому я поняла что какой-то муж не прыгайте на маме игру все отлично нет не беспокоит я поняла что меня действительно не беспокоит потому что они но они слушают книжку но они как бы что-то там делают но они не орут они слушают книжку и все они в одном месте точно надо их собирать они ну и что ну пускай так ну и здорово так ведь это приносит какую-то пользу вот это еще настоящая жизнь я не знаю мне конечно иногда вот я смотрю на передачи от православных семьях особенно матушки батюшки вот хорошо варе сказал что да люди стремится и 3 стремятся к чистому такому хорошему это тоже важно это же должно быть но не это не должно превращаться в игру в какую-то да что вот он всегда все хорошо вот она смотрю прям какие-то ну такие идеальные вот прям вот этого идеальная улыбка и все вот все прямо в платках не должно такого не забывайте про платки не в этом-то жизнь вот вообще вот это вот это вот то что ты описываешь два двое деда да они прыгают они там что-то это но это же такое счастье не надо ничего создавать каких-то фасадов вот просто вот искренности знаете я вот разговаривала с женой одно я помню несколько лет назад священника я знала что у него есть проблемы большие есть были проблемы там с каким-то свинопитием ну и вообще ну и ну бывает проблема и вот мы как раз сговорили понимаешь нужно мне кажется говорить о каких-то проблемах это не я не про нее говорил чтобы она говорила о своих проблемах это вот мой различные размышления были что нужно о проблемах и она так испугалась она говорит а нужно ли вообще это мне кажется что вот лучше провод ничего не говорить про семью священника про православную семью что все было шито-крыто что все было внешним образом вот так закрыто мой взгляд нужно говорить что проблемы такие же но решение другие что да человек может оступиться во первых вот что в чем большой плюс христианство ты оступаешься ты можешь просить прощение ты можешь дальше идти до тебя не уничтожает как какую-то не делаешь какие-то шаги просто в пропасть но ты оступаешься ты дальше ползешь дальше но ты ошибся да все люди но все людей бывает то что же теперь говорить что вот там ты плохой потому что развелся ну например или у нас кто-то развелся я знаю нет давайте с ним не будем общаться она развелась и что это такое что это вообще такое это за какой-то я мы хорошие а вот они то нет уже нет они вот мы-то не разводимся они-то вот разводятся они-то в брюках ходят они-то в брюках ходят а мы-то вот православные должны вот вот так вот ходить а если в брюках то все ну это понятно поэтому конечно конечно слушайте над голову мне кажется включать и на рассуждение совета вопрос от подписчицы стоит ли спорить если каждый раз спор с человеком об одном и том же тратишь все свои ресурсы на спокойное и аргументированное объяснение человек соглашается проходит полчаса и у него откат к заводским настройкам вот понимаете вот мы вот мы все знаем человек задает конкретную свою боль да но это его стороны а может того человека болит и он кажется что она должна будет чтобы я не знаю там в прихожей не знаю там ботинки сразу чистил носки снимал складывал их в связку носками и куда-нибудь там клал сразу моментально при входе в дом мы же не знаем понимаете вот это говоришь ему что не стоит клеить обои если в стене дыра толщиной два пальца руки насквозь но типа на сначала стену замазать а человек спорит что вообще возможно и поклеить потому что ему лень эту стену заделывать и так во все слушайте но если она хочет убиваться дальше допускай с ним спорить не хочет пускай заделывать картина да все но правда это бытовуха вот она но вот она не стоит я просто понимаю я уже вижу что я иду уже скоро старость какая ведомы стоит вот ради какой-то там чего-то танк тряпки или стал их так попорчено супер вопрос от молодых коллег как спорить с мужем священником надо слушаться кстати это действительно важен вопрос дома же ты не относишься к нему как батюшки дома он твой муж но он муж но ты же не переключаешь тумблер о пришел нет ну как это все равно уважительно богословение берешь и мне кажется не нет все же священник он больше пиетет чем к обычному мужу я не знаю у меня только один был муж я имею ввиду другого мужа не было да к другому мужу я вот так вопрос напрашивается может быть вы знаете секретную кнопочку чтобы нажать и услышать что на самом деле пытается сказать ваш муж может быть все хотят вот эти формулы все хотят рецепты вам значит надо вот так чтобы человек сидел говорил так значит так вам надо значит обои поклеить сейчас например ну вызови ты мужа на час есть такая служба и стена розетку по починить то это как пример их жизнь идет так что она логика его а муж говорит ну вот смотрите вот спрашивали там жена молодого священнослужителя батюшку надо слушать это все классно но батюшка то не шаман чтобы ему там как-то она не жрица какая-то бога да 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 она должна там перед ним не поворачиваясь спиной ходить дома но он же человек он же ест и пьет и так далее и ну как-то повелевает ей что садится на трон дома он тоже образ божий причем природы конечно и он тоже может ну да он священнику он облечен благодатью божией и это несомненно проявляется в форме спора тоже должно да вот как но нам-то в этом плане проще потому что так как мужья молятся да и они все-таки очень много я смотрю вопросов как раз когда жена верующая а муж нет вот 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 на стыке да разных культур разного воспитания возникают споры это конечно почва которая провоцирует несогласие да когда кам часть семьи хочет а потом дети еще разбиваются да потому что супруг хочет на новый год к родителям оливье есть а жена еще хочет поститься и дождаться рождества то есть там как бы вот эти вот календарные календарные в смысле традиции нестыковки они рождают споры нам в этом плане легче но мы знали об этом с самого начала вот это монахиня сергия слепого который лаврская она как раз говорил что самое главное чтобы между супругами было единомыслие вот эта идея про то что смотреть не надо не друг на друга в одну сторону она очень важна то есть нельзя договориться на берегу обо всем нельзя предугадать что например у него случится вот он успешно знаю эту ситуацию да все все начиналось хорошо хорошая работа а потом этот бизнес рухнул и вот человек лег на диван у него депрессия таких ситуаций да или например у нас родился очень больной ребенок а мы думали что нет а вот тут да или например вообще детей нет жизнь она тут же подбросит каких-то тренажеров для твоей души да прокачает твое смирение и так далее но это естественно и это проживать не обидно потому что вы просто идете да плывете по житейскому морю а вот момент который он тоже чисто современный потому что традиция она вся ориентировалась на то что мы ищем ровню да это справедливость этого утверждения она подтверждается и народной традиции да почему против неравных браков потому что они конфликтогенные скажем так а у нас это все как бы она как размыто и кажется что ничего нет но на самом деле тем больше этого есть просто каждая семья сейчас такой отдельный островок со своими свычьими обычаями и даже если мы верующий батюшка верующий там я верующий да у нас семьи разные и тоже будет как это притирка какое-то понимание того где кто как общается и так далее знаете что меня ветхом завете совершенно поражает один сюжет очень известный когда сара подошла к в раму когда она увидела что измаилу что агарь вот эта наложница авраама она же в первую очередь родила из моего прежде исака и она увидела что агарь сравнивает измаила незаконорожденного и исака как бы вот их сына сары авраама она увидела эту всю ревность она к нему подошла и сказала что в общем слушай так не годится и надо как-то этот вопрос решать меня поражает совершенно стоит реакция авраама в этой ситуации он говорит слугам вот что она вам скажет то и делайте ну и исток мы знаем что действительно агарь с измаилом отправили в пустыню ну понятно что там их спас ангелы все они спаслись все закончилось вполне благополучно но эта ситуация острая она острая и вот когда это что мне всегда возникает вопрос а где власть женщины божия благочестивая когда ты действительно можешь влиять на мужа из состояния духа когда находишься в духе это одно дело а где власть не божия когда ты естественно скатываешься ветхого человека у тебя включается ревна и зависть там все что угодно то что у нас у всех бывает вот это вот грань грань собственного состояния когда действительно надо подходить к мужу решать вопрос а когда не надо ничего решать и не вмешиваться вот она как приходит она с возрастом просто с мудростью приходит или это этот градусник он как-то все-таки можно его объять еще в начале семейной жизни что имеете ввиду ну вот смотрите например имеете ввиду какие аспекты чего не надо вмешиваться в его решение придем введем какой-нибудь пример ну например взаимоотношения с его родителями вот это очень более не надо смешиваться или например даже вот на жена вчера история мне наговаривает подруга приехала свекровь к ней в гости а муж уехал больной вопрос пример вот у меня первое что пришло в голову и вот она что только не делала с этой несчастной невесткой но это правда я не буду пересказывать занимать время эфира но это просто издевательство когда я попался холодно она угощает ее значит угощает угощает вода не слишком холодная не слишком горячая значит надо теплую она и там ее студит понимаете огурец достала дала и откусить она ты что нагреть что с ним он холодный она греет огурец свежий в микроволновке вот она приезжает китайской медицины все теплое так вот я к чему это все веду я ее спрашиваю ты можешь это вот это будешь все расскажешь на горит то что нет он же расстроится я не буду там ему жаловаться не буду ему ничего рассказывать вот тут два две у меня реакции первое если это можно стерпеть как мы говорим ну спокойно с молитвой да и не взорваться потом при удобном случае окей хорошо тогда можно наверное рассказывать о самодурстве таком не нужно а если это будет годами копиться и потом это превратится в громадные машины шикар и влечка вот она живет да нет там я просто не буду перекупить пересказывать что там 15 минут на рассказ там просто жесть я такого никогда если она не здорово ну смысле была здорово с ней в личных отношениях резко допустим послушайте если человек любит другого человека и если это происходит постоянно там свекровь уничтожает невестку то это в принципе заметно если парень не дурак он в принципе должен заметить если его это уставит и другой вопрос мне кажется вот я вот сколько раз слышала чтобы там муж говорил свекрови ничего хорошего за это не уходило вот ну это конфликт всегда конфликты это всегда обиды которые которые взаимные но лучше на мне кажется раз раз это расходиться ну то есть меньше встречаться ну они хотят общаться с внуками да да то есть вот это регулирование женщины ну да внуки вот это видите внуки бабушка и дедушка раз а другая значит это невестка это невестка с мужем это другое вот пускай они общаются вы значит привезли поели теплых огурцов и пускай они общаются если вы не хотите себе нет но если ты через как-то надо решать ну или жить в этом ну мне кажется обрежать я человек действия поэтому да да мне привод видеть что этот решать как можно решить не хочешь хочешь есть теплые огурцы греть микроволновки стиль не напрягает грей кого-то момент не напрягает хочешь мне все равно но если это действительно издевательства какие-то на более изощренном уровне наверное надо сказать может быть аккуратно мужа что она ее как-то пыталась свекровь приехал и как управлял обвеску на прочность я ничего не хочу сказать я просто не понимаю как я хотела спросить она человек верующая ну как бы мы ничего не знаем а подруга а подруга если там на ночь она заставляет ее грызть лед или что-то и подносить ну то есть если и устраивает она психологически это удерживает но узнаете послушайте вот бывает человек психиатрически больным. Ну, понятно, конечно, не дай бог. И ты ничего не знаешь. Ну, слушайте, их полно. Да мы все сами нестабильные. Ты понимаешь, что ты... Причём ты понимаешь, что твои привычки, они, конечно, нормальные, а вот привычки другого, они, конечно, так себе. Но ты же можешь понять, что человек, допустим, если ты понимаешь, что он не совсем здоровый, у него какие-то дурацкие привычки, но либо ты ему к нему... То есть ты это переломить не можешь, ты понимаешь, это как данность. Если это не угрожает твоему здоровью, твоих детей, ну, давайте ей этот лёд, как тёплые огурцы. Ну, жалко, что ли. Если других больше проявлений, каких нет, уничтожение тебя как личности, или там, не знаю, там, ругань, что-то ещё, крайних проявлений. Можно этот раз. Второй вариант просто поменьше встречаться. Ну, вот и всё. Ну, как-то. Бывают, конечно, более глубокие случаи. Ну, как вы понимаешь, всё равно пятая заповедь. То есть ты родителей должен любить и почитать, и благодарить за то, что ты вообще появился на свет. И там спасибо, дорогая свекровь, за то, что ты когда-то произвела на свет твоего мужа, да? Это да, это да. Вот мне кажется, что все прям вот вцепляются зубами. Тема, как спорить с мужем. Сто вопросов! А он, а у меня? У меня заклеивает обои. А у меня, например, расклеивает обои. Всё там куча прям... Склеивает обои. Склеивает обои. Страивание обои. Страивание любовных чувств. Конечно. Отчасти это идёт из-за того, что христианство зиждилось на... У него был период аскетики, да? Такой доминирования аскетики, да? Вот средневекового вот, ну, такого отношения к плоти и так далее. Поэтому тут, мне кажется, что для того, чтобы спорить, для того, чтобы спор не был вот... Вот у вас там вот ваши отношения, это болото, да? И там вот газы эти бродят, готовые взорваться. И вот, наконец, вы столкнулись, да, по какому-то поводу. И всё это вылилось, да, в гадкие замечания, в скандал, да? Если у вас единомысли, отношения прекрасные, они из чего-то таковыми становятся, да? Это не на блюдечке с голубой каёмочкой, да? Их надо строить и надо, ну, говорить друг другу не только о своих отвратительных, но и о своих положительных чувствах. И помогать друг другу почувствовать радость, вплоть до того, что сейчас вот с гаджетами и дети гибнут тоже в этой хлябе, да? Им надо помогать быть детьми, да? Если, например, вот лет 20 назад дети, ура, там запрыгали, что-то такое, то сейчас, как у нас масленицу жгли в музее, да? 20 человек, и я стою впереди, начинаю петь и понимаешь, что никто не поет. Поворачиваюсь и вижу 20 детей, вот так вот, которые стоят, значит, с телефонами и снимают, когда они там горят, вот, мероприятия, да? Всё оно, вот, эмоции, понимаете? Нам кажется, что отсутствие скандалов – это счастье. Вот эта тишина, о которой говоришь ты, тихая прелесть будней, это тоже работа, это не вакуум, это не отсутствие скандалов и ссор, да? А это тоже работа, да? Это иная чаша весов, на которую мы должны приносить любовь, да? У нас с таким трудом наскребли, вот я слушаю сейчас рекламу социальную, что такое семья? Это когда мама, вот прям-прям чувствуется, как это искусственно, да? Как этого нет в заводе, да, как это сочиняется, да? Когда мама испекла печенье папе. У нас папа там, он предлагает, что-то в облак пиву, какое печенье папе-то, чего? Да? И вот эти вот все фальшивые конструкции, потому что их нет, они не вырабатываются. Нас заставляет на себя работать враг, а Господу мы работаем мало. Любви мы в семью выдаём мало, в том числе и вербально, и в смысле традиций. Свет, ну у нас же много, мало, то есть наоборот, позитива. Ты же улыбаешься, вот идёт ребёнок, ну ты же вот идёшь в южных странах, а сейчас улыбнись ребёнку. Ну вот молодое поколение ещё, вот получше стало, мама, я сейчас вот вожу в сад, они как-то ещё, да, но они же тебе не то, что не улыбнутся, а ещё и посмотрят на тебя, как идиота полный. Ты улыбаешься их ребёнку, ты что-то это, ты, наверное... Ну они все-таки какой-то подозрительный. Подозрительный, да. Ну вообще позитива вот по жизни, вот мне кажется, что откуда-то оттуда вот, ну из тех годов как-то раньше, более ранних десятилетий идёт, да, ну правда же, вот какая-то неоткрытость наша, не такое транслирование нашего хорошего настроения, неоткрытости, вот нечуткости к вот этим вот... Библии-то, кстати сказать, которые как-то, знаете, вот успевают наковырять такого, что значит помрачнее, а там же и Давид танцевал, и Кусли, да. Да нет, там просто радуйтесь непрестанно. Да, там есть просто фразы, которые... Ну не просто... В чём проблема? Ну радуйтесь. Не станете клеить обои, начните радоваться, да. Пусть будет время и для того, чтобы радоваться. Мы считаем его необязательным. Мы считаем, что обои надо поклеить, обязательно дырку снять, обязательно, а радоваться, ну ничего страшного, да. Ну вот это я к этому... У нас типа день прошел, слава богу. Конечно, про это и говорят. Это ещё, ну да, что мы обстоятельства принимаем не как что-то, что вот бог нам послал вот эту ситуацию. Вот тоже вот я почему спросила, вот ваша подруга, я хотела про неё спросить, она церковный человек? Нет, потому что когда ты церковный человек, ты можешь сказать так, ну не зря господь меня сейчас поставил в эту ситуацию. Вот когда какая-то даже кажется абсурдная, раздражающая, дурацкая ситуация, там да, ты идёшь, и тебе звонят не вовремя, ты можешь раздражаться вот на это, да, можешь, как Варя сказала, как-то улыбнуться, или просто вообще понять, что ты вот сейчас поставлен в это обстоятельство богом, и как ты среагируешь, вот как? Ты сейчас как бы ответишь, что ты там дура мне звонишь, или ты ответишь с любовью этому человеку, вот если мы видим вот это всё и семейную жизнь, и вот наше общение с мужем, не как какую-то абузу или какой-то, а вот это промысл божий, вот это обстоятельство мне сейчас дал бог, чтобы я себя проверила, как я сейчас буду вести, потому что тогда этот элемент, как-то вот такое вот раздражение уходит, ты как-то понимаешь, что не просто, вот её Господь сегодня поставил с такой вот свекрови, с таким настроением, да, вот она хочет этот тёплый огурец, а полюби, вот любовь вопреки, об этом мы не говорим, нам как бы чаще всего, вот если муж поклеит эту обоину, да, он закроет эту дырку, тогда его буду любить. Тогда пилиться, я его буду не больно. Да, и, а ну мы же должны любить вопреки чему-то, какие мы тогда христиане, вот не понимаю, ну как бы хорошо любить детей, когда они удобные. Ну знаешь, вот это просто есть такой привкус, немножко мазохизма должна любить вопреки, ну насколько это там полезно, я имею в виду, что не о спонтанных реакциях, я хочу сказать, а о том, что семья должна наживать свои положительные ритуалы, свои ритуалы радости, посмотреть, не знаю, что, псалтырь почитать. Вот как люди, давайте решим между собой, как мы в наших семьях будем радоваться, что для нас будет радость. Ну это решение. Раньше это был застолье, я прям помню, что если все собрались и на столе холодец, то все. Да, время ликовать, да. Ура, там все что-то такое, да. И сейчас уже как-то все насытились, и наоборот хотят худеть, да, и, собственно, все, и наши ритуалы радости кончились. Ну а так, кстати, действительно. А кушь там нельзя, да, а что? Ну, елку наряжать тоже нельзя, у меня все мое свернет. А что человек как бы будет праздновать? Я, знаете, я больше не про поверхностное там, да, что как бы, нет, поводы для всех в обычной жизни полно, можно создать себе настроение. Ну тоже это так себе понятие, потому что тоже искусственностью пахнет. Все равно всегда будет момент преодоления, вот таких глубинных моментов. Вот для меня, что, допустим, дружба, да, вот с человеком, я вижу недостатки этого человека, я их прекрасно вижу, я их знаю. Конечно. Но я выбираю, я вот решение, я принимаю решение любить этого человека вопреки этих недостатков. И да, ты видишь, да, конечно, бывает, когда там перебор, да, крайность какая-то, вот ты говоришь, мне вот это неприятно, и ты делаешь мне то, так же с мужем. Но вот все равно, мне кажется, вот самое вот это глубинное христианское, Христос же, он всех видел, какие мы есть на самом деле, и он любил нас. Да, я поняла тебя, твою мысль. То есть эта любовь, она неблаготворительная, типа у тебя недостатки, я тебя люблю. А потому что ты, если у тебя будет любовь, ты прозреешь образ Божий в человеке. Конечно. Да, замысел Творца, и то прекрасное, за что реально можно очень сильно этого человека любить. Это если ты выспался. Да, это очень сложно опять, потому что мы уставшие. Ну, послушайте, все твои эмоции, это все очень, то есть мы рассуждаем головой, но эмоции, когда ты не выспался, когда ты уже замотанный, как там какая-то мама, которая там, я не знаю, условно она сейчас беременна, у нее токсикоз, еще двое погодок, и, конечно, когда тебе предлагают разогреть огурец, ты хочешь этот огурец куда-нибудь запустить. Запустить. Ну, или к кому-нибудь, значит, вот, понимаете? Тут вот, конечно, вопрос нашего эмоционального психического состояния очень важен, и для семьи он важен, и этот спектр не надо проходить вот так вот, что мы все только улаживаем конфликт и только одной молитвы. Ну, почему, у нас же есть предваряющий опыт христианский, когда мы воздерживаемся в этом, воздерживаемся в том, там, например, соблюдаем пост. тема работа над собой есть, и она дальше пошла. Но это не мазохизм, да, это не должна быть какая-то крайность такая. Просто дальше люди говорят, вот у меня подруга, например, говорит, ну, как же, я вот теперь замуж, и у меня теперь в храм не хожу, у меня нет возможности там пить, столько я хочу, да, и так далее. То есть мы представляем служение как именно хождение в церковь, стояние там и молитву, да, сосредоточено. Соответственно, когда пришла свекровь и ведет себя так, как ты не привык, чтобы с тобой ввели себя люди, да, тебе не кажется это служением. Тебе кажется, это как будто нога у тебя попала в канаву, и тебе неудобно. А на самом деле это связано с людьми, значит, это и есть служение. И это еще может быть в большей степени служение, потому что церковь – это общее какое-то место, да, а это твое индивидуальное задание от Господа. Да. Потому что свекровь – это такая фигура, да, которую нельзя игнорировать, это высокая связь, высокой прочности дети и родители, да. Ты не вычеркнешь ее, вот эти святые, ты их не вычеркнешь, они тебе даны, вот если вот придать смысл всему, понять почему. Но там был вопрос не в этом. Да, свекровь – это все понятно. Вопрос, как мужу реагировать, когда его… Понимаете, ты внутренне говоришь, да, это мое служение, да, я вот должна греть эти огурцы, да, я вот должна это, я вот тебе… Нет, она верно, если мне такое предложить, я, наверное, ржать начну, да, скорее всего. Так кажется. Если будет твоя свекровь сидеть, вряд ли ты будешь сидеть. Чему? Ну, это же есть какие-то вещи, которые… Вот. Ну, смотря, как твоя потомство кровь среагирует, а если это плечет за собой скандал, то не будешь сжать, а будешь греть огурец. Вопрос к другому, нужно ли мужа ставить в это, то есть ты будешь много лет терпеть, либо ты будешь включать его в эту ситуацию, чтобы он как-то помогал. Постоянно как бы терпеть. Или ты ему скажешь, я больше не могу, давайте мы как-нибудь… Я на диалог всегда. Это же просто, как приехал, люди друг друга не знали. Почему? Опять же, раньше были какие-то ритуалы взаимоотношений, ты приходишь там, здравствуй, батюшка, вот тебе каравай, хлеб, соль, там, проходи, да. Сейчас вот тоже эти связи, они как-то нарушены, кто во что гораст, да, терпеть приходится намного больше в итоге. Как побочка от этой свободы, да, терпеть приходится намного больше. Матюшки, дорогие, я очень вам благодарна за всё, что вы сейчас говорите, но мне очень важно задать один вопрос, как мне кажется, без него, мы его так или иначе касались уже сегодня, но всё же я бы заострила в нему, они уж очень много вопросов с этим, с этой проблемой, давайте его зададим, обсудим, и как бы да, пусть это будет прекрасным финал. Вот если действительно, вот ты потерял по каким-то причинам уважение к мужу, как говорит Варвара, реально ты не выспался, и действительно ты можешь его потерять, не потому что муж плохой, а потому что ты не выспался, и ты вообще никого не уважаешь. Нет, потеря уважения, это такая... Понимаете, даже себя ты не уважаешь сейчас. Ну, бывает такие минуты, ну, хорошо, давайте не раздражай. Не вредь с нами, Потерю уважения. Да, раздражай. Ты очень раздражена. Ты можешь раздражаться. И тебе кажется, что он какую-то чушь сейчас делает. Вот давайте вот прям заострим. Он чушь абсолютно нелогичную, но бывает человек тоже устал, тоже глупо просто делает. И это касается ваших детей, тебя, ну, какой-то поездки, допустим, что делать? А ничего, пускай делает. Молиться и не ругается, пускай делает. Везет, пожалуйста. Ну, то есть как мне ругаться в этой ситуации, да? Когда ты спланировал одно, а он приходит, говорит, так, все, мы вообще будем все по-другому делать. Ты спланировал все в соответствии с режимом маленьких детей. Он этого, естественно, не понимает. И он начинает свое. Мне такого нет. А у меня, знаете, все подчинено нашим. Когда восемь детей, ты уже перестаешь быть рабом режима. Какой режим уже? У меня было такое, я помню, вот я настроилась. Все, я настроилась завтра. Вот ты настроилась. Уже есть вот этот настрой. А я не хочу. А я понимаю, это он же свободная личность. Я что, заставлю его, что ли? Я говорю, нет, подожди, давай разберем. Тогда ты сиди с детьми, а я поеду. Все очень просто. Вот бывают такие, ты решаешь это так. В общем, я помню, мы с мужем говорили, очень важна гибкость все-таки в женщине какая-то. Ну, это не изворотливость, это не какая-то манипуляция ужасная, чтобы получить свое. Я сейчас там помолчу, промолчу. Нет, это искренний диалог. Хорошо, давай решим эту ситуацию вот так и так. Я могу сделать. Есть такой вариант, такой вариант, такой вариант. Ну, проговорить же надо. Вот вообще очень. Я опять возвращаюсь к диалогу. Мне кажется, иначе это просто невозможно. Должен сказать, это должен. Даже Баба Яга сначала кормит и моет в бане, а потом пытает уже. Вот, накорми, напои. Это не манипуляция, понимаете, мы как-то, у нас так бывает, что появляются какие-то модные слова, и им называют очень широкий спектр явлений. Собственно, хорошие отношения, добрые слова, вкусный ужин там для мужа, это не потому, что я хочу что-то получить. Это очень грубая трактовка, это мой образ жизни, мне очень приятно это делать. Когда я поливаю цветы, мне посчастливилось это делать. Мне посчастливилось, да, когда я поливаю цветы, это не потому, что я хочу... Да, да, мы это обсуждали. Это самое, да. И вот рождается ли истина в спорах, да, вот, как что, в спорах рождается, рождается ли она в спорах. Мне кажется, что там не рождается, честно. Ну, при условии, что это как бы... Если есть какая-то конкретная ситуация, но если муж не хочет, и не хочет он из-за чего? из-за того, что он устал, тогда или он из упрямства, или тоже из-за этого недосыпа, раздражения. Надо конкретную ситуацию смотреть. Если ты готова на грандиозный скандал ради своих каких-то условных мечт, ну, наверное, вперёд. Если считаешь, что это не нужно, мне кажется, надо голову включать. Если он готов тебя отпустить одну взамен того, чтобы пойти вместе, допустим, куда-то хочется входить на концерт, посидеть с детьми просто дома. Отлично. Прекрасная идея. Я тут за. У меня была такая ситуация. Я просто пошла одна. Ну, а почему? Нет, всё, мы тоже не Тамара ходим парой. Ну, бывает же. Тоже вот такое, знаете, съедание друг друга как личности, оно токсично, выраживаясь с языком. Мне интересно, а ему не интересно, что я буду тащить его, спички вставлять ему в глаза. Ну, не надо это слушать. А он такой, о, мои любимые, это интересно. Да, да. Значит, я попытаюсь понять. Я тоже послушаю. Русский Рэм. Да, да, да. Он пускай идёт на то, что ему интересно. Я только за, пожалуйста. Вот, но... Не знаю. Пусть ей батюшка. Да, не знаю. Мне кажется, нет единого рецепта на это. Есть только упование на милос Божию, которое, на самом деле, иногда, как правильно вот Соня говорит, мы ставимся в условия, для нас непонятно, и ты что-то начинаешь, как человек, что-то кипишовать, там, кричать, визжать, там, что-то нервничать. А на самом деле, это обстоятельства, которые тебе нужны именно сейчас в жизни. И действительно, наверное, мы, как христиане, должны остановиться и прислушаться к какому-то голосу Божьему, который, он слышится во многих вещах, или помолиться, и, по крайней мере, ну, сказать, «Господи, я, конечно, может, я ничего не понимаю, что сейчас происходит, ну, вот буду делать так-то уж, извини, ну, что же делать? Ну, вот, мне кажется, что надо делать так». Ну, вот. Именно только своим рациональным вот этим рассуждением пытаемся всё понять. Вот просто всё. Наверное, не понятно. Мы не можем всё понять. Мы начинаем, начиная вот от Библии, мы будем трактовать своим ограниченным человеческим умом, воспитанным гуманизмом нашего века, вот, а мы просто должны иногда отдавать Богу. Правда? Мы очень много себя лишнего берём, по гордости. Друзья, лучших слов для окончания нашего сегодняшнего подкаста и не придумать. Мы поздравляем вас с прошедшим Рождеством, со святками. Пусть эта рождественская радость наполнит наши сердца. И, дорогие друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на подкасты Райсовета Журнава Фома. Мы прощаемся с вами до следующих встреч.